Очень важная задача. За сколько вопросов можно наверняка отгадать целое число, заключенное между единицей и сотней, если на вопросы отвечают только да или нет. Я загадал число от одного до ста. Ответы бывают да или нет. Пожалуйста, расскажите, за сколько вопросов вы сможете. За сколько? За 7. За 7, проходите. Я пишу сейчас на доске некоторое число. Закрываю доску. Так что все вы видели, а он не видел. Задавай вопрос. Оно черное? Оно черное. Это вопрос или это приказ? Это приказ, да? То есть вы хотите, чтобы я его разделил на пол? Разберите. Оно стало четнее? Нет. После деления на 2 оно нечетное. Однимите от него 1 еще раз нечетное. Отнял от него 1 отнял на 2 изделия, да. Оно стало четным? Нет. Полученное число тоже нечетное. Так, еще раз. Однимите от него 1 разделить. Сделать. Оно стало нечетное? Нет. Оно тоже неческое. Оно также нечетное. Сделать. Оно стало четным? Да. Хотите делать? Подели. Четырнадцать. Какое? Четырнадцать. Или какое? Четырнадцать. Четырнадцать. Да, тогда да. Ну что, молодец. Теперь давайте я объясню, что на самом деле он сделал. Он разлагал число в двоичную систему счастлива. То есть число четырнадцать в двоичной системе счастлива записывается так. В конце ноль, а перед этим надо записать число семь. Здесь пишем один, а перед этим надо записать число три. А число три пишется вот так. Так вот, в двоичной системе счастлива четырнадцать пишется так. Давайте мы поставим нолики там, где слово четное, и единицы там, где нечетное. И обнаруживаем один, 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 ноль. Это как раз и есть двоичная запись нашего числа. Я уверен, что большинство из вас сейчас еще ничего не поняли. Посмотрите лекцию о двоичной системе счастлива. И тогда вы поймете этот прием. Я, давайте коротко скажу так. Основная идея. Каждый вопрос, который он мне задал, ровно дает один знак, так называемый один бит. Разложение числа двоичной системы. То есть, сначала он спросил меня про последний знак двоичного разложения. Когда я его сказал, то он мне сказал, бери этот знак, то есть разделить число пополам. И спросил про, соответственно, последний, который оказался, то есть бери это последний, и так далее.